Продолжается программа Дневной Разворот на Бизнес в студии Олег Прохоренко и Светлана Занько. Тема сегодняшней программы – машинка, перезагрузка, Кировский завод 1 мая в фокусе внимания. Партнер программы Разворот на Бизнес – Кировский завод «Сельмаш». Сергей Зубов – главный инженер завода имени 1 мая и Анатолий Колчин – заместитель генерального директора по маркетингу у нас в студии. Куба. Да, говорим о Кубе, куда сейчас уже поставляется вновь, возобновилась поставка кировских кранов. С Кубой тоже была ведь длительная история дружбы у завода 1 мая, да? Да, в свое время, конечно, да, в советское время. Очень много кранов завод поставил. Анатолий Михайлович, поближе, пожалуйста, микрофон к себе. Очень много кранов завод поставил. До 90 кранов доходила численность на этом острове нашей продукции. Ну, в последнее время, естественно, потом, после известных коррецеполитических событий в нашей стране, поставок не было. Половина кранов у них осталась в работоспособном состоянии. То есть, это с каких-то, с 90-х не было поставок? Ну, да, 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 не было поставок. И потом уже как-то были заявочки у нас по поставке запасных частей, но они не состоялись. И вот буквально в последнее десятилетие мы поставили туда 8 кранов за подъемки 32 тонны. Мы, кстати, говорили, когда в перерыве, каким образом там, и кто восстанавливает краны, оказывается, они просто из двух-трех старых кранов собирают один. Да, они оконятся своими силами. И вот отрадно сказать, что последние поставки, которые были у нас, кранов наших, ни одного вызова по рекламации не было. Хотя все условия контракта, все предусмотрено. Если что-то сломалось, мы должны, обязаны просто вылететь туда, устранить неисправность, подписать бумажки и вернуться домой. А когда были последние поставки? Последние поставки были, по-моему, лет 7-6 назад. 7-6 лет назад? Лет 7, лет 7. 7-8 лет назад. Были поставки. Всегда поставки вот с Кубы, это какая-то государственная программа? Нет. Нет? В данном случае были поставки прямого контракта. Просто необходимость у Министерства транспорта, у Союза Кубинских железнодорог, появилась необходимость в этих кранах. И через представительство КАМАЗа, которые имеют там офис в Гаване, вот, пришла заявка о том, что вот мы желаем поставлять туда краны. Были встречи в посольстве в Москве, в Кубинском. И вот пришли к выводу, что кран необходимо поставить. Мы это сделали, ну, успешно будем так говорить. И вот сейчас? Снова возобновляется? Совсем другое, да. Расскажите. Сейчас эта программа, она уже, можно сказать, государственная. Она идет на межправительственном уровне. Первые контакты, они были у нас в 17-м году. В 16-м, 17-м году. В 17-м году было подписано межправительственное соглашение между Кубой и Россией. Медведев подписал его, по-моему, в сентябре месяца 17-го года. В 18-м году, в октябре, уже вышло, насколько мне известно, я владею этими документами, распоряжение Медведева о том, чтобы оказать содействие российским железным дорогам в восстановлении инфраструктуры и проведении капитального ремонта и строительства новых кубинских железных дорог. То есть заказчиком являются российские железные дороги, которые восстанавливают дороги. Да. Исполнителем от РЖД будет дочернее их предприятие, акционерное общество РЖД Интернешнл. Вот у нас с ними будет контракт, а у них уже с кубинской стороной. Вы довольно уверенно говорите, что у вас с ними будет контракт. Ну, я думаю, что будет. Потому что давно согласовано. Все согласовано, да, да, да. Номенклатура согласована. У нас там приличные. Печати поставлены, подписи. Нет, нет, вот в том-то и дело, что когда вот идет разговор о том, что когда же все-таки будет этот контракт заключен с нашим заводом, ну, ориентировочные сроки наша российская сторона говорит, что это будет март-апрель месяц. Этого года. Этого года, да. 19-го года. А почему с уверенностью еще вы можете говорить? Все-таки мы с вами посмотрели картину, кто производит в Российской Федерации железнодорожные краны и путевые машины. Там заказаны краны, и у вас конкурентов нет в Российской Федерации. Конкретно краны. Грузоподъемности 32 тонны. Поэтому это наш завод. Сколько машин? 23. 23 крана. 23 крана. И две машины путевые, да. Но путевые машины не вы. Не, же мы. Тоже вы. А мы вот как-то, смотрите, сейчас закончим с Кубой, и нужно все-таки к путевым-то машинам вернуться, потому что мы решили крест уже поставить, раз Калуга. Раз, да, Калуга переменила к себе специалистов. Не Калуга, Тула, да? Переменила специалистов. Тула переменила, но Калуга основные конкуренты. Давайте с Кубой. Итак, мы смотрим начало весны. Должны быть, дай бог, поставлены там подписи, печати, потому что, ну, это серьезно, действительно, это госконтракт практически получается, да? Ну, это не госконтракт. Государственная задача. Задача, да. Так скажем, раз Медведев, значит, государственная такая задача. Это интересно. Но это будет просто поставка через дочку РЖД. Специалисты наши не поедут на Кубу. Поедут запускать технику. Поедут с первой майки запускать технику. То есть после того, как кран отгружен на Кубу, едет наш специалист, который вводит его в эксплуатацию. После того, как он его запускает, подписывается акт, вот с этого момента наступают как бы все гарантийные обязательства и прочие дела. А кто обычно ездит запускать? Ну, есть у нас сервисная группа. Сервисная группа ездит запускать. Понятно. А что-то такое, похожее на то, что сейчас с Кубой у нас намечается? Мы говорим про экспорт. Ну, про экспорт у нас есть предложение и заявочка и желание польского химического концерна взять у нас четыре крана. Потому что во времена СЭФ, о которых мы говорили чуть раньше, мы ведь обеспечивали нашими маленькими кранами всю Европу социалистическую. Поэтому там они работают до сих пор. Но уже пора, конечно, менять. И специалисты, главное, обучались тоже ведь в Советском Союзе, да? Не знаю, но наверняка, наверное, потому что техника наша, поэтому и обучение, возможно, у нас и приходили. Поэтому вот сейчас польской стороной мы обсуждаем, ну, все нюансы контраста. Состоится он или нет, сказать еще сложно, но желание у них есть. Поэтому, ну, надеемся, что как-то, думаю, контракт сработает. Сергей Евгеньевич, давайте вернемся к путевым машинам. Все-таки, да, тогда восполнится наш пробел. Мы не очень поняли, я вот лично решила, что с путевыми машинами все. Оказывается, нет. Расскажите, как след дела? Ну, путевые машины, вот они есть... Нарисуйте, что это такое путевая машина? С кранами как-то более-менее понятно? Они высокие, издалека. Вот так двумя фразами не нарисуешь, потому что их большое разнообразие, и они выполняют различные функции на железной дороге. Вот мы выпускаем машину, и выпускаем сейчас это машину МПД, которая работает в паре с укладочным краном. Вот если вы отмотаете память и вспомните, как укладывали БАМ. Да, очень много кинохроники есть на эту тему. Показывает кран, кладет звено, на него наезжает, кладет следующее звено, наезжает. Фактически вперед себя проталкивает это звено. Так вот мы выпускаем машину до сих пор, которая является помощником этого крана. Она подает ему вот эти звенья для укладки. Эта машина, вот как раз две таких машины мы будем поставлять на Куб. А вижу, открылась. То есть они будут прокладывать новые рельсы, получается? Ну, наверное, так, потому что там задача строительства дороги. Второй класс машин – это выправочно-подбивочные, которые выправляют путь с высокой точностью. И после этого путь становится бархатным, по нему приятно ехать. Вот я сейчас набрала, прерву, извините, набрала в поисковике машины МПД, коллеги. В первой строчке Калужский выходит завод, во второй – Первомайка. Надо поработать в интернете. Мы только год как упустили этот заказ. Понятно почему. Но очень легко найти, и можно представить, что это такое. Путевые машины выправочные – это более сложный механизм. Это такая энергоемкая, наукоемкая машина. Там огромное количество электроники. Вот здесь мы конкурируем с двумя Калугами. Калуга-Путь-Наш, Калуга-Рем-Путь-Наш. Там до покупки их Синарой была ситуация, что это были практически прямые, дочерне-зависимые РЖД-шные предприятия. В итоге львиная доля заказов уходила туда, а мы по остаточному принципу. А сейчас, я говорю, что еще и конструктора ушли, поэтому там совсем мало. Вы как-то будете эту ситуацию, по крайней мере, планируете менять эту ситуацию на заводе? Сильно хотелось бы. Ну, просто интересно. Или есть смысл сконцентрироваться на кранах, и как бы и бог с ним, пусть Калуга осваивает этот кусок пирога. Нет, я думаю, что линия путевых машин тоже интересна, тем более, что их большое разнообразие, и будем возрождать, насколько это получится. И вот здесь, и вот здесь мы с вами подходим, наконец, к кадровому вопросу. Прервемся на полминуты и о кадрах поговорим. Продолжаем разговор. Сергей Зубов, главный инженер завода имени 1 мая. У нас в гостях Анатолий Колчин, замгенерального директора по маркетингу. Сейчас Анатолий Михайлович пояснял нам в перерыве, что, еще раз, не надо упираться только в РЖД. Есть промышленность, которая тоже, машины необходимы. И вот для промышленности машины первомайка поставляет. Но вот, как сказал Сергей Евгеньевич, хочется все-таки расширить, да? Да, конечно. Но даже сейчас, допустим, есть машины, снятые с производства, ну, как будто бы снятые с производства, ВПС-02. Раньше мы ее массово поставляли в РЖД. РЖД уже много лет ее не покупает, но ее продолжает заказывать промышленность, потому что для них она по цене, по качеству, весьма комфортная и удобная машина. РЖД уже перешли на следующий уровень, им нужны машины большей производительности, там, более верно. Поэтому, у которых свой есть парк и пути, да, им достаточно много предприятий. Не надо, чтобы там 90 километров у них ходил тепловоз. Да, да. Достаточно много предприятий, у которых развито железнодорожное хозяйство. Это разные горно-богатительные комбинаты, это там карьеры-разрезы, крупные металлургические комбинаты, там, химзаводы. У них своих путей, там, по 15, по 20, по 30 километров и больше. И больше, да. И там такая техника нужна. В свое время к нам обратились такие покупатели и говорят, вы сделайте нам машину попроще. Нам не нужна дорогая машина, которая там 100 километров в час своим ходом ездит. Поэтому для них была сделана в свое время машина ВПРС-П. Их уже тоже продано. Она прицепная, без собственной локомотивы. Нет, это для промо-транспорта. Это машина для промо-транспорта. Она очень мало чем отличается по техническим характеристикам от нормальной, серьезной машины. Но при этом она в разы, ну не в разы, но намного дешевле. И она устраивает потребителей. Сергей Евгеньевич, что с конструкторами-то делать? Как их возвращать? Ведь это же вот за год ты не вырастешь. Не вырастешь. Большое желание, конечно, вернуть тех, кто ушел. Но это зарплата, это большие деньги. Поэтому здесь нужно понимать, под какой заказ их возвращать. Если такие заказы... А там большая команда ушла в Тулу? Ну, человек семь, скажем так. Семь человек. Конструкторское бюро. Да, да. Я думаю, что если на горизонте появится такой заказ, то можно делать решительный шаг. А так все равно придется воспитывать долгую мучительность. А наш ВУЗ, Вятский госуниверситет, способен выпускать такого уровня? Или это специализированные какие-то институты, университеты, железных дорог? У нас хорошо, в конструкторах приживаются выпускники сельхозакадемии и нашего политеха тоже. Но все равно специфика такая, что приходится переучиваться. То есть базовые знания есть, а машины все равно надо изучать. Что? Давайте, если мы заговорили о конструкторах, кто остался сейчас на заводе? Вы говорите, что конструкторы работали и в кризисное время. Это конструкторское бюро, которое краны разрабатывало. Краностроители, да. Это большой состав? Ну, это, скажем так, человек 20. Это 20 человек. Но они работают конкретно с кранами. Да. Там реально проектирующих человек 5, остальные как бы вот... Техническую работу выполняют. Да, техническую работу выполняют. И сейчас все-таки есть желание, чтобы конструкторское бюро по машинам тоже вернулось, да, по путевым машинам? Да. Там сейчас тоже есть несколько человек, скажем, около, ну, человек 7 или 10, но... Невозможно взять студента и научить в институте быть конструктором путевой машины. Он должен это делать на заводе. И вот, кстати говоря, про то, что должен делать на заводе, и что тоже до эфира поговорили, есть идея у руководства возродить на территории завода училище, которое раньше там функционировало. Но раньше оно было училище, а сейчас, если и будет, то учебный центр. Ну, по крайней мере, от руководства звучит, что это будет учебный центр. То есть я так полагаю, что в этом учебном центре мы будем готовить специалистов в первую очередь для завода, но я не исключаю, что и на город будем работать тоже. Расскажите про саму эту идею. Как она родилась, кто ее инициатор? Я бы начал даже, Свет, не с этого, а с того... Те раньше брали? Нет. Вот это сокращение, оно ведь коснулось не только ИТР, не только конструкторов, наверное, и в том числе квалифицированных рабочих, которые как раз... Бригадами, бригадами. Они востребованы на других машиностроительных предприятиях, не только машиностроительных. И вот как восполнять этот пробел, как сейчас, где брать специалистов, вот, наверное, этой необходимостью руководствуется, руководству завода, пытаясь возродить учебный центр. Или вынашивая мысли о возрождении. В том числе. Но я хочу проговорить про тех, кто ушел с завода. Здесь нельзя подходить с одной меркой ко всем. Все люди разные. Вот я знаю, что многие говорят, начните стабильно работать, мы вернемся. И уже есть примеры, когда некоторые возвращаются. А кто-то нашел себе нормальное рабочее место, что он уже ничего в своей жизни менять не хочет. Поэтому надеяться, что мы всех вернем, как бы тоже очень сложно. Все равно придется учить. И, может быть, вот этот учебный центр будет и в тему. Ну вот смотрите, история, на самом деле, с кадрами. И буквально представители любого бизнеса, который приходит в нашу программу, неважно, это малый, средний, крупный, машиностроение, или это там, не знаю, пекарня, или даже автомастерская мы с тобой делали. Рестораны, рестораны говорили. Но это люди уже с другим мышлением, и подходить к ним нужно иначе немножко при обучении. Ну вот я как бы вот сейчас про поколение Z и как их надо обучать не знаю, потому что мы так сузами и не сделали с тобой программу и не выяснили эту историю. Но все, кто приходит, они все жалуются, что когда они бывают на вот этих вот днях открытых дверей, когда можно прийти студентам, там сидят представители разного рода предприятий, они вообще не видят ребят, которые настроены пойти по профилю работать. Вот я говорю, что даже, вспомни, приходили автомастерские, которые готовы платить стипендию, обучать, делиться нюансами, это же очень важно, это же вот из рук в руки передавать. Да, они приходят в специализированное учебное заведение, а интереса нет у ребят. Вообще никакого, никакого интереса. И это такая ситуация, которую отмечают все, и мы делаем вот какой-то общий с Олегом вывод, что это большая проблема, на самом деле, которая существует. Ну да, мы же проговаривали. Вы тоже чувствуете это. Нет, так мы проговаривали, почему ПУ-4 перестала существовать как ПУ-4, потому что перестали комплектоваться группы. То есть молодежь не хочет стоять у станка, все ищут какую-то другую жизнь. Да. В итоге... Не такую грязную, но чтобы деньги были хорошие. В итоге просто как ПТУ не смогло существовать, потому что некого учить. Приходили, единицы там набираются, там на полгруппы, и что с ним делать? Естественная смерть произошла этого училища. Учебный центр, это, конечно, очень важно, потому что, когда учебный центр на территории предприятия, сами разрабатывают стратегии привлечения туда студентов, да, сами определяют возраст. Ведь не обязательно это могут быть молодые люди. Это могут быть люди, которые меняют квалификацию, переобучаются. Вторая профессия. Вторая профессия. В конце концов, у нас теперь, товарищи, пенсионный возраст продлен. И не надо скидывать со счетов нас, кто входит в этот период, на самом деле. Отбор на первоначальном этапе будут проводить сами специалисты. Вузы, предприятия, первомайки, они будут видеть, кто приходит. Правильно проговаривать все до конца. Нет задачи выполнить госзаказ, освоить бюджетные средства, выпустить такое-то количество студентов. Есть задача обучить конкретных людей, дать предприятию. И дать компетенции те, которые нужны здесь, на заводе. Да, не надо придумывать программы патронатов, пары там вставить. Это само собой уже, разумеется, и заложено это в схему. Есть ли примерное понимание хотя бы сроков организации такого центра или необходимости организации такого центра? Ну, необходимость есть, а про сроки пока еще не... Эта тема так близко не обсуждалась, чтобы какие-то сроки назвать в эфир можно было. Я немножко с другой темой, если позволю. Да, у меня тоже еще есть несколько. Потому что с удивлением узнал, есть очень успешное предприятие грузоподъемных механизмов магнитов, которое развивается в Кирове, открыло филиал в Вахушах. Да, и оказывается, с недавних пор, уже несколько лет, базируется на площадях завода 1 мая. Вот насколько это для вас там комфортно, некомфортно? Ведь тоже наверняка и отток специалистов происходит. А Димал? И для чего это было сделано? Давайте я расскажу немножко про Димал, чтобы было понимание. Что он пришел не вчера и не позавчера, Димал, на завод 1 мая. Димал существует на заводе с осени 2000 года. Ничего себе. Да, и там ситуация развивалась так, что прежний руководитель Сенцов Вячеслав Васильевич мечтал на заводе освоить производство крановых электродвигателей. Под это дело был построен корпус, вот быстровозводимый там из сэндвича. И фактически все шло к тому, что такое производство у нас бы на заводе закрутилось. Но там по разным причинам от этой идеи пришлось отказаться, и она растаяла. Корпус продолжает пустовать. Уже ходили как бы мысли отдать его под складские помещения, хотя складов на заводе предостаточно. В это время на заводе появляется директор Димал. Дмитрий Анатольевич. Он пришел к Вячеславу Васильевичу и попросил у него продать цех. На вопрос аренды он сказал, категорически нет. Или покупаем, или расходимся. Он такой, мы его знаем. Не знаю, но так было. Я присутствовал при этом. В итоге, когда взвесили все за и против, оказалось, что это производство родственное нам. То есть на первых порах у нас была очень широко развита кооперация. Мы для них лили корпуса электромагнитов, они делали для них начинку. Потом этими же магнитами мы комплектовали наши краны. И все было так в тему. В разные годы эта кооперация то усиливается, то уменьшается. Сейчас ее не сильно много осталось, но она продолжает быть. То есть мы у них кое-что покупаем, некоторые комплектующие. То есть можно сказать, что это даже уже отдельное предприятие на единой промплощадке? Нет, я так не скажу. Это совершенно обособленное предприятие. Так отдельное. Отдельное предприятие, отдельное юрлицо. Но цех у них в собственности просто не на нашей промплощадке. Вот так по жизни получилось, что мы сотрудничали эти 20 лет или 19 лет. А что дальше будет, не знаю. Пока живем комфортно вроде не было. И это цивилизованное использование и правильное решение, на мой взгляд, по использованию невостребованных, например, тех же площадей. Ты представь, какое количество мы же тут... Помнишь, целый год у нас была программа, когда мы с нашими машиностроительными предприятиями встречались. Тогда, когда на Первомайке был кризис. К сожалению, вы к нам не попали. Все абсолютно наши крупные предприятия говорили, что есть масса пустующих помещений. А, кстати, на Первомайке много таких помещений, цехов, которые можно было бы при увеличении заказа заполнять? Совсем пустующих нет. Есть недозагруженные, скажем так, где можно увеличивать объемы. Ну, вот смотрите, что касается самих помещений. Ведь кризис как-то он был, он сказался в том числе и на состоянии цехов, на состоянии зданий. Да, мне говорили, что и крыши протекали, и там в окнах ветер свистал. И вряд ли кто-то из молодых людей пойдет работать на завод, где сквозняки, холодно, грязно. Да, потому что это уже изменение сознания происходит, потому что это должно быть современное производство. Да, не просто приходилось восстанавливать производство машин и кранов, еще ведь и в ремонт вкладываться приходилось сейчас. Да, к сожалению, это так. Когда на дворе кризис, то больших денег в ремонт никто не вкладывает. И здания, конечно, ветшают. Но вот эти годы кризисные, мы все равно минимум мероприятий, которые поддерживали здания, все равно делали. Где-то лучше, где-то хуже, но здания не забрасывали. И стены латали, и крыши латали, и утеплялись как могли. Поэтому... А сейчас есть программа какая-то по как раз там ремонту? Улучшению бытовых условий. Хотел поговорить об этом ближе к концу. А мы сейчас это и сделаем. Перервемся на рекламу, и будет конец программы. Останется 10 минут. Сейчас у нас реклама. Вот как раз и будет конец программы, Сергей Евгеньевич. Мы продолжаем наш эфир и говорим сегодня на тему машинка-перезагрузка. Кировский завод 1 мая после процедуры банкротства снова заработал. А последнюю часть нашего эфира хотели посвятить как раз тем хорошим вещам, которые на заводе происходят. Тем юбилейным датам, которые предстоят в этом году. Да, но мы подождем. До выхода на перерыв все-таки с Сергеем Евгеньевичем Зубовым, главным инженером завода... Поддержание инфраструктуры. Да, говорили про поддержание инфраструктуры, Сергей Евгеньевич. Ну, что я хочу сказать по этому поводу. Вот на заводе каждый год разрабатывался такой документ, который называется «План организационно-технического развития». Он включал в себя очень много разных пунктов и подпунктов. Там от развития новой техники, это развитие технологии, там экономия различных ресурсов, это охрана труда и много чего. Так вот, последний оргтехплан такой у нас был составлен на 2014 год. Вот потом была яма, и в этом году мы его составили снова. Поэтому, что я хочу сказать. Вот если мы возвращаемся к оргтехплану, он предполагает изначально развитие. То есть это не просто вот существование, там лишь бы пережить год. Да, конечно, этот оргтехплан, он революцию на заводе не сделает. Потому что нужно сначала заработать на этом. Но зато мы должны почувствовать реальные улучшения на заводе. И как в инфраструктуре, так и в охране труда. Ну, и в новой технике в том числе. Вот мы говорили, допустим, про строительство новых кранов, в том числе и 200 тонн. А я не сказал еще, что есть другие направления. Они, может быть, не такие большие, но они есть. Мы хотим освоить частотно регулируемый привод на тех же маленьких кранах. И в оргтехплане это прописано. Мы хотим научиться делать мостовые краны. В том числе заменить часть своих старых. А потом, может быть, выйти и на рынок. Хоть он и заполнен другими строителями, но думаю, что местечко нам тоже там найдется. Это тоже все в оргтехплане прописано. Поэтому это документ развития. Хорошо, что он появился вновь. Еще раз подчеркивать, что завод худшие времена пережил. По праздникам? Да, вот Олег тут накопал информацию. О том, что 21 августа 1899 года, я думаю, что это... 1899 года произошло торжественное открытие вятских главных железнодорожных мастерских. Именно... 120 лет назад. Именно они дали начало, да. А в 1929 году они были преобразованы в вятский машиностроительный завод. Еще одна дата. Потому что позже в войну приехал Коломенский завод, и это была еще одна ступень развития предприятия, уже как машиностроительного, крупного, обеспечивающего в том числе и на тот момент оборонную отрасль. Но вот этот 110, 120, прошу прощения, летие каким-то образом будет отмечено? По крайней мере, я очень надеюсь, что это будет так. Так, маркетинг, как вы это будете использовать? Я думаю, что это одно из самых старейших на сегодняшний день машиностроительных предприятий города. В столетии завод отмечал очень громко и торжественно. Наверное, что... От той даты? От той даты, да? Да, от той даты. Да, от той даты. Да, от той даты, да. 1899. Наверняка, конечно, руководство, генеральный директор будут иметь в виду и знают о том, что 120 лет раз бывает. Поэтому какие-то мероприятия стопудово будут. Будут какие-то поздравления, будут... Ну, что-то будет интересное. Я думаю, что будет. И будет это не просто, так сказать, там вот в зале совещания, а скорее всего, может, во дворце будет где-то еще. А музей завода остался? Музей остался заводом. И можно прийти прямо с улицы посмотреть. Просто есть Ночь музеев, у нас есть опыт, когда есть ведомственный музей. И мы там организуем дополнительно вход. Он закрыт в обычное время. У нас это на Т-плюс, где Олег работает. Да, на Т-плюс, Кировэнерго, Горэлектросеть. Мы в Ночь музея впускаем всех в этот музей, делаем дополнительные какие-то активности. И люди могут знакомиться с ведомственным музеем хотя бы вот в такое дело. Здесь я скажу так, что музей существует, он действует. Вот билеты мы туда не продаем, то есть вход туда свободный. Но вот чтобы просто зайти туда, он находится за вертушкой. Нужно хотя бы позвонить и договориться. Предварительно. Предварительно звонок. Сказать, что будем вас только тогда. А вы как пускали Олег в свой музей? Нет, ну в этот день, естественно, вход для всех свободный. Специально организовали вход. Но это только один день в году. А в остальное время тоже нужно договариваться предварительно. Я просто подумала, что, конечно, надо в 120-летие отмечать, потому что в перспективе 120 лет, несколько лет кризиса, это ерунда. Предприятие должно существовать столетиями, такое, как ваше. Что еще мы хотели сказать? Мы задавали вопрос в перерыве про ваших пенсионеров, про тех людей, которые долгие-долгие годы работали на заводе. И вы сказали мне, что тут у вас было мероприятие, да? Да, Анатолий Михайлович. Что было мероприятие, сейчас осталось на заводе 700-800 человек работающих, а на мероприятие пришло полторы тысячи человек. Или это вы, Сергей Вечерин, сказали? Нет, я сказал, да. Я не присутствовал. Мероприятие проходило в ВДНТ. То есть мы для них подготовили вечер. Ну, скромный вечер, но им сильно понравилось, короче говоря. То есть наши ветераны любят наш завод, они приходят к нам на все мероприятия. Ну, здесь произошло примерно... Они на улицах встречают, задают вопросы, то же самое. Все интересуются жизнью завода, все переживают за него. Ну, что вся жизнь обычно проходит на заводе, если человек вот на такое крупное машиностроительное предприятие попадает. Правда? Тем более у нас специфическое все-таки предприятие. Мы единственное в городе, да и, наверное, в области, предприятие тяжелого машиностроения. Вот на самом деле я размышляла и думала сначала это сделать, но очень хорошо, что мы это делаем сейчас с Олегом в конце. Потому что обычно в программах, в интервью... В программах, не в интервью, конечно, когда одному человеку посвящено, это делают всегда, но в таких вот программах про предприятия нечасто рассказывают про людей, которые приходят в эту студию. Я такие наводящие вопросы не зря задавала в перерывах. И хотела бы все-таки... И мне кажется, что это, Олег, очень показательно. Это важно показательно. Почему? Потому что у нас гости не из Кирова. В свое время по распределению оказались на заводе. В свое время это в какие-то... И слились с ним, и несмотря ни на какие кризисы, остались верные. Не уехали. Давайте мы вот просто обозначим эти истории. Сергей Евгеньевич, сколько лет на предприятии? Ну, я приехал в Киров в 84-м году по распределению в такую фирму, которая называлась «Киров Гражданстрой». Там я отработал 4 года, дослужился до главного инженера управления механизацией. Но все-таки у меня машиностроительное образование. Я понимал, что это не мое. В итоге в 88-м году, где-то в осени, я пришел на завод в конструкторский отдел. Больше 30 лет. Ну, вот так вот с тех пор там и работаю. Больше 30 лет на заводе. Да. Анатолий Михайлович. С августа 1978 года на заводе. 40 лет. 41-й год. Пошел, да. Ну и вот. А начинали в качестве кого? Я был инженером конструктора 3 года. Работал то же самое. У нас был специальный конструкторский отдел от Москвы. Мы работали. Подразделение Московское. На территории завода. Мы занимались разработкой перспективной техники. То есть вы обеспечивали своими разработками не только Кировский завод? Нет. Конкретно Кировский завод. Только для Кировского завода. Кировский завод. А потом уже вот через 3 года с секретарем комитета комсомола. Потому что надо было вопросы как идти решать. Вот. Ну и все. И остался здесь. Инженер, партийная линия, маркетинг. Да. В цехах поработал. Это очень важный переговорщик. Вот не зря. Из комсомола. Выходят переговорщики хорошие. И партийных лидеров не получается. Это очень хорошая школа была. Совершенно верно. Но на самом деле это здорово, что на заводе остались люди, которые с ним там практически срослись и кожей, да, и всеми своими корнями. И это очень важно, потому что, ну, вот такие люди, они и держат предприятие. Как вам удалось не уйти из завода в момент кризиса? Ну... Я понимаю, что разные, конечно, были мысли. У меня даже, не знаю, у меня мысли не было. Не было? Мысли не было. Вот в 16-й год при прежнем руководстве. Ну, я в каком... Ну, наверное... В 15-м. Да, в 15-м году я вышел на пенсию. Вот. И у меня был контракт на полгода. А вот почему вы так отреагировали на мою реплику про пенсионную реформу, да. Вот. И я ушел с завода в июне месяце, а вот когда Александр Анатольевич пришел на завод, ну, он до этого мне еще позвонил, мы встречались с ним, он пригласил, попросил вернуться. И в декабре, где-то 16-го, по-моему, 17-го декабря 16-го года я вот уже... Да, немного отсутствовал, немного. Полугодика. На пенсии скучно. Полежал на печке, да. Много таких, как вы, вот из старой гвардии? На заводе. Ну, в принципе, завод-то достаточно возрастной, вот надо обновляться-то, надо. Не, ну, очень важно же, чтобы опыт сохранился, ведь, чтобы его передать, сейчас нужно... Сегодня есть костяк, который может учить вновь пришедших. Вот это. То есть знают, как научить и знают, чему научить. Самое время сейчас вот обрастать, принимать молодежь. Ну, и, кстати говоря, мы с вами про центр обучающий заговорили, а есть возможность сейчас сказать там в эфире, требуются на завод сейчас люди или нет? Вот там прием закрыт, что называется, штату комплектового. Ну, вот массового приема сейчас нет, но я думаю, что с учетом плана на этот год, вторая половина года будет горячей. То есть где-то вот... Кто потребуется? В первую очередь сборщики, слесаресборщики и станочники. Станочники и слесаресборщики. А есть они на рынке? Вы уже изучаете этот вопрос? Ну, не то, что там очень богатые, но есть, но проблемы могут быть с поиском таких людей. Но все равно нужно будет обеспечивать завод этим. Я думаю, что да. И причем уже профессиональными кадрами. А во второй половине года такие люди понадобятся заводам. Да, к этому времени учебный центр, конечно, не успеет обеспечить. Ну, нет, конечно. Ну, что, ну, вот Первомайка уже к середине года объявит набор, можно сказать. Можно будет идти и трудоустраиваться. Это ли не показатель, кстати говоря, развития предприятий, что оно встает на ныне? Это нехороший подарок 120-летию завода. Поздравляю вас, товарищи. Мы очень рады за вас. Мы желаем вам устойчивого развития, серьезных заказов. Очень хочется, чтобы конструкторское бюро восстановилось по путевым машинам. И будем обязательно следить за развитием как раз обучающего центра, потому что, ну, это очень серьезная проблема, действительно, и в регионе, и в стране. И, на наш взгляд, вот такой опыт, когда на предприятии возрождается свой учебный центр, это тоже такой редкий опыт сейчас. Обязательно встретимся, когда все закрутится, и расскажем нашим слушателям о вашем центре очень подробно. И дополнительно о КОБе. Еще качество состоялось на КОБе. Да, конечно. И спасибо за поздравление. Мы вас тоже приглашать будем, естественно, на наш юбилей на 12-летие. Потому что сегодня еще в ладоши, как говорится, фонфары трубить еще рано. Проблем хватает у нас. Заказов надо больше еще, чтобы люди лучше жили, чтобы была занятость нашего персонала. Анатолий Михайлович, вы маркетолог главный. Да, не все, к сожалению, от нас зависит, потому что бывают такие ситуации, из которых просто жесть. Спасибо за приглашение. Спасибо вам, Сергей Зубов, Анатолий Колчин. Мы рассказывали сегодня о заводе 1 мая. Хорошего всем дня. Олег Прохоренко, Светлана Занько.